Привет, друзья! Меня зовут Ольга Маркина, и в этом видео мы расскажем вам о том, как зарегистрироваться на сайте Федерации Фридайвинга, как зарегистрироваться на соревнования, как оплатить членский взнос и подать заявку на соревнования. Это Женя. Женя будет участвовать в соревнованиях Рускеала Контест. И сегодня мы вместе с ним зарегистрируемся и пройдем все эти этапы. Первый шаг, который нужно сделать человеку, который хочет зарегистрироваться на соревнования, это зарегистрироваться на самом сайте Федерации Фридайвинга. Адрес этого сайта freediving.ru После этого вам придет уведомление, в которое нужно войти. Уведомление сообщает вам, что вы получили запрос на авторизацию. После того, как вы подтвердили этот запрос в Телеграм, вам нужно перейти обратно на сайт Федерации Фридайвинга. После того, как вы перейдете на сайт Федерации Фридайвинга, у вас откроется ваш личный кабинет. Внимательно заполните все поля. Имейте в виду, что если вы не заполните какие-то поля, то система не пропустит вас дальше. В одной из граф вас спросят, какой статус вы хотите выбрать. Вы можете выбрать статусы атлет, страхующий, организатор, судья и инструктор. Статусы судья и инструктор модерируются нашими модераторами. Остальные статусы вы можете выбрать свободно. Далее, чтобы зарегистрироваться на соревновании, вам нужно оплатить членский взнос. Если вы уже являетесь членом Федерации, то вы можете оплатить только членский взнос. Если вы только начинаете быть членом Федерации, то нужно оплатить еще вступительный взнос. Сейчас это стоит 1000 или 1200 рублей. Кроме того, что вы оплачиваете вступительный взнос, вам нужно также подать документы. Об этом написано в вашем профиле. Также в профиль вы можете подгрузить свою медицинскую справку и справку о прохождении курса про антидопинг в Русадо. Это необязательная опция, но очень желательная. Когда вы участвуете в соревнованиях, вам нужно предоставлять медицинскую справку. Организаторам будет удобнее, если ваша медицинская справка заранее подгружена в ваш профиль. На некоторых соревнованиях требуется сертификат Русадо. Например, на таких, как чемпионат России. Также организаторам будет более удобно, если вы подгрузите его заранее в ваш профиль. После оплаты членского взноса вы можете зарегистрироваться на соревнования. Для этого в пункте меню вам нужно перейти в пункт «Спорт» — «Соревнования» и там найти интересующие вас соревнования. После того, как вы увидите интересующие вас соревнования, вы можете перейти на страницу этих соревнований, ознакомиться с регламентом, документами и описанием. Если вас все устраивает, вы можете выбрать роль, с которой вы хотите участвовать в этих соревнованиях. Например, если вы выбрали изначально, что вы судья, страхующий и спортсмен, у вас будут варианты выбора, как вы хотите участвовать в этих соревнованиях. Если вы участвуете в качестве спортсменов, а именно для спортсменов мы записываем сейчас это видео, вам нужно выбрать вариант «Атлет», дальше выбрать «Дни соревновательные», в которых вы хотите участвовать, и после этого подать заявку на участие в соревнованиях. После этого организатору в Телеграм приходит уведомление о том, что вы подали заявку на участие в соревнованиях. Организатор, в свою очередь, должен одобрить эту заявку после того, как вы выполните определенные действия. Например, в случае с соревнованиями, которые провожу я, вы должны сначала оплатить участие в соревнованиях, а потом я могу одобрить ваше участие. После того, как организатор добавил вас из листа ожидания в актуальные участники соревнований, вам придет уведомление в Телеграм. После этого вы сможете подать стартовую заявку. Стартовая заявка – это то, сколько метров вы собираетесь нырять в длину или в глубину. В данном случае мы обсуждаем глубинные соревнования, и сейчас с Женей мы будем подавать заявку на глубинные соревнования. Обратите внимание, что окно приема заявок устанавливает организатор, и оно может отличаться. У меня окно приема заявок уже открыто, но некоторые организаторы собирают заявку за 3, 5 или 1 день до соревнований. Не пугайтесь, если окно не открыто. Когда оно откроется, вам придет уведомление в Телеграм. Когда вы подаете заявку, вам нужно выбрать дисциплину. Если организатор в один и тот же день проводит несколько дисциплин, у вас будет выбор. Если организатор в один день проводит ныряние только по одной дисциплине, выбора дисциплины не будет. Также вам нужно подать, собственно, саму заявку, сколько метров вы собираетесь нырять. Указать время, за которое вы будете нырять. Обратите внимание, что это очень важный аспект. Он нужен для страхующих, чтобы они могли ориентироваться на то, сколько времени займет ваш нырок. А также вы должны указать лучший результат. Это тоже помогает страхующим понимать, в каком состоянии вы можете находиться во время нырка. Далее вы нажимаете кнопку «Подать заявку». Вам приходит уведомление в Телеграм о том, что вы подали заявку, и о том, какое количество метров и какие другие данные вы указали. И организатору приходит уведомление о том, что вы подали заявку. Также уведомление приходит еще и судье. Поэтому все в курсе о том, что вы все сделали, и вы молодец. Перед тем, как окно подачи заявок закроется, за час до этого вам придет уведомление. Если вы еще не подали заявку, обратите внимание на это уведомление и подайте, пожалуйста, заявку. Когда будут опубликованы старт-листы, вам также придет уведомление в Телеграм с ссылкой на старт-лист. То же самое произойдет, когда соревнования закончатся и опубликуются финишные протоколы. Вам придет уведомление в Телеграм, вы получите ссылку и сможете ознакомиться с финишными протоколами. Мы надеемся, что это видео прояснит для вас вопросы регистрации на соревнованиях и регистрации на сайте freediving.ru И встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok